Добрый вечер! Приветствую всех на нашем очередном вебинаре. Очень рад, что вы смогли найти время не поприсутствовать сегодня. Традиционная проверка связи, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Если все отлично, можно поставить плюсики в общий чат, либо в рубрику вопрос. Я тогда пойму, что все нормально, будем двигаться дальше. Замечательно! Если возникнут проблемы по ходу самого вебинара, обязательно сообщайте об этом, попробуем исправить именно вот эти технические нюансы. И не забывайте о том, что есть возможность навести, опять же, на мое изображение курсор мыши, там появится бегунок громкости, адаптировать этот параметр под себя. Напомню, что сегодняшний вебинар, по сути, является возрождением практики, которую мы начали, в принципе, довольно-таки давно, первый раз. И связана она как раз с ведением вводного курса, знакомства с рынком Forex, описания специфики и вообще особенностей, которые характерны для этой финансовой среды. Поэтому, прежде всего, предназначен он для новичков, которые только ознакомятся с финансовыми рынками, которые хотят их освоить и, разумеется, начать проводить профитные сделки и стать настоящими профессионалами. Хотя здесь сделаем маленькую ремарочку, наверное, слово новичок лучше и вовсе не употреблять, потому что единственное, что отделяет, наверное, начинающего трейдера от настоящего профессионала, это два этапа. Во-первых, четкое понимание специфики того, как устроен финансовый рынок, что он из себя представляет, что такое Forex, валютная пара, актив, как осуществлять сделки. И второй этап, уже более, скажем, высокого порядка, это этап, связанный с поиском возможностей, которые появляются на финансовых рынках и умение превращать эти возможности, транслировать и конвертировать фактические сделки. Что касается специфики рынка, об этом мы поговорим сегодня. Я расскажу о том, что такое Forex, как он устроен, его ключевые участники, игроки, расскажу о том, что такое торговая платформа. Так, прошу прощения, возник сейчас технический сбой, я думаю, что уже устранен, меня видно и слышно, как меня слышно и видно. Как меня слышно и видно, и нет ли проблем со звуком изображений. Замечательно. Значит, продолжаем. В общем, сегодняшний этап, скажем, через этот вебинар, собственно, знакомство с рынком Forex. Что касается другого этапа, связанного с умением использовать, опять же, фундаментальные возможности, не только технически, об этом мы поговорим, конечно же. Еще раз, слово прошу прощения, никак у нас что-то не становится четкое соединение. Будем надеяться, что больше этих неприятностей не повторится. Возвращаемся к нашему сценарию, связанному с, опять же, освоением специфики рынка и, разумеется, как я уже отметил, тех возможностей, которые мы также научимся использовать, но на это понадобится чуть больше времени. Мы хотим запустить целую серию вебинаров, каждый из которых будет посвящен конкретной тематике. В частности, сегодня, как я уже отметил, это основы. Вы знаете то, что в понедельник мы собираемся, кто регулярно участвует в наших обсуждениях, чтобы проследить за ситуацией на финансовых рынках с точки зрения фундаментального фона, ведущий, также я. Оцениваем общий информационный фон прошлой недели, смотрим, как он повел себя, в принципе, в динамике финансовых активов, как вообще можно было использовать те или иные события. После переключаемся на те события, которые только грядут, но и традиционно подводим как раз конкретные ожидания через ценовые ориентиры по основным валютным парам. Это уже правильный понедельник, состоится в следующий, прям можно посмотреть по календарю, 14 сентября, то есть уже совсем скоро, опять же, в преддверии очень важного макроэкономического события. И прям хочу воспользоваться как раз возможностью пригласить всех, а тех, кто сейчас присутствует на вебинаре, разумеется, посетите его. Вижу знакомые, скажем, имена, думаю, что, наверное, понимаю, о ком я говорил. Честно говоря, этот вебинар, наверное, больше предназначен не для вас, а для начинающих трейдеров. Ну, может быть, что-то вы почерпнете, конечно же, и для себя. Собственно, давайте переходить тогда к структуре нашего вебинара. Еще раз напомню, что сегодня мы вообще осваиваем начальный этап знакомства с рынком Форекса. И начнем, наверное, с ключевого термина, который характерен для вообще всей финансовой среды. Это что такое финансовый рынок. В целом, говоря про финансовые рынки, разумеется, совершенно очевидно, что речь идет об упопченном понятии. В действительности финансовые рынки состоят из нескольких отдельных сегментов, каждый из которых представляет особый интерес для определенной категории трейдеров. Кто-то предпочитает, допустим, иметь дело в плане трейдинга с товарными активами, кто-то делает значительную ставку на торговлю фондовыми активами, акциями, рынком ценным бумаг занимается. Кто-то преимущественно уделяет, скажем, максимум внимания и всего, скажем, своего трейдерского времени, исключительно рынку Форкс. Кому что интересно, кому что по душе, кто, скажем, что освоил в плане выработки какой-то торговой системы. Что касается фондового рынка, то я думаю, здесь из названия даже также все понятно. Это рынок, который представлен, конечно же, самым, наверное, может быть, волатильным активом, присутствующим касательно вообще всей категории финансовых рынков. Это с ценными бумагами. Разумеется, ценные бумаги – это категория, которая имитируется, выпускается акционерными обществами, предприятиями, банками, государственными учреждениями, различными финансовыми организациями. И вообще, говоря про рынок ценных бумаг, можно сделать ставку на то, что это неотъемлемая часть любой рыночной экономики. И вообще можно сказать даже спасибо рыночной экономике за то, что у нас есть возможность иметь дело с рынком ценных бумаг, такими подвижными активами, потому что мы используем их как раз в каждодневной спекулятивной деятельности. Разумеется, как раз рынок ценных бумаг и какой бы актив мы ни рассмотрели, они существуют с одной целью, именно в глобальном плане – это привлекать большие объемы временно свободных денежных средств и учиться их эффективно использовать. Что касается валютного рынка, то, разумеется, на нем объектом купли-продажи выступает уже иностранная валюта, и фактически происходит обмен денежной единицы одной страны на денежную единицу другой страны. По соотношению количества одной и другой валюты в сделках устанавливается валютный курс, который, в принципе, и представляет для трейдеров рынка Форекс наибольший интерес, потому что именно все в плане спекуляций пляшет от этой категории. Что касается действий также глобального характера на валютном рынке. Разумеется, покупкой занимаются те хозяйствующие субъекты, которым валюта необходима для оплаты внешнеторговых операций, чаще всего импортных товаров. Продажей валюты занимаются хозяйствующие субъекты, которые осуществляют экспорт. Разумеется, за экспорт они получают выручку в иностранной валюте – доллары и евро, и им нужно ее конвертировать в национальный актив. Еще одним серьезным, а может быть даже самым главным игроком на валютном рынке выступает мегарегулятор любой страны – Центральный банк. В частности, когда мы будем говорить про фундаментальную составляющую рынка и будем пытаться, опять же, прогнозировать поведение цены с точки зрения фундамента, мы очень большую ставку будем делать именно на монетарную политику и курсы ЦБ, потому что именно ЦБ, как регулятор, является главным катализатором, триггером и движком тех или иных волатильных движений. Волатильность для нас – это, как для трейдеров и спекулянтов, наверное, основная среда, которую мы, разумеется, используем и контактируем в прибыльных сделках. Поэтому наличие ЦБ, монетарных курсов и те действия, которые предпринимаются ими для поддержания стабильности финансовой системы – это, по сути, пища для всех трейдеров, потому что только так формируется как раз самое интересное движение, тренды, которые мы присоединяемся, стараемся интерпретировать и, ну, по крайней мере, стараемся не упустить. Очень трудно уловить тренд в самом начале, хотя как раз про оптимальные точки входа в тренд мы поговорим также на отдельном вебинаре и, говоря про, опять же, трендовую торговлю, хочу сразу анонсировать, опять же, те инструменты, которые мы будем озвучивать в ходе вебинара, не этого, правда, а последующие. Думаю, что если вы действующий трейдер нашей компании, вы наверняка уже знакомы с сервисом «Рыничных настроений», «Кайман», совокупной позиции, может быть, пока не хватает опыта их правильно использовать, но это дело наживное, и я, разумеется, научу, покажу, как их правильно применять и приспосабливать, опять же, в динамику того актива, который вы используете в своей торговой деятельности. Другая категория рынков – это, конечно же, товарный. Здесь из, наверное, названий тоже все ясно. Здесь речь идет о купле-продаже драгоценных металлов, сливых активов, нефти и прочих. Активов очень много. Кто-то предпочитает торговать драгоценными металлами, кто-то делает ставку на нефть. В частности, мы, когда анализируем общий фундаментальный фон, очень много уделяем в плане информации о динамике черного золота. Опять же, это мы делаем, по сути, каждый брифинг. Если кто-то уже, собственно, регулярно посещает их, то прекрасно знает, что с анализа перспектив нефти мы начинаем, по сути, каждый новостной выпуск в начале каждой торговой сессии. Лично я, скажем, с хорошим отношением, хорошее отношение нефти, потому что этот актив позволил нам неоднократно провести и не одну прибыльную сделку. Я думаю, что у нас впереди еще большее количество, потому что, думаю, нам неплохо в последнее время удается, опять же, анализировать фундаментальную составляющую, держать руку на пульсе и вообще отслеживать весь новостной фонд, который потерян для этого актива. Что теперь можно обсудить на текущем этапе? Форекс. Что такое Форекс? От английского «Forex exchange» – это обмен иностранной валюты и представлен, опять же, глобальным международным рынком, который совершается, как я уже отметил, сделки по купле-продаж. Сформировался рынок Форекса в далеком 1976 году, и если мы, опять же, сделаем небольшую историческую справку, здесь можно будет выделить несколько довольно-таки серьезных этапов, которые лучше бы запомнить для общего развития, потому что эта информация точно не будет лишней. Все началось в 1944 году с наличия Бреттон-Гутского соглашения, когда международная система действовала, системой связанной с организацией денежных отношений и торговых расчетов. Именно тогда американская валюта стала, собственно, мировыми деньгами наряду с золотом. Согласно как раз Бреттон-Гутскому соглашению, национальные валюты стран-участниц были привязаны либо к золотому активу, им говорили о золотом паритете, либо непосредственно к американской валюте. На смену Бреттон-Гутской системе пришло Ямайское соглашение 1976 года. Это уже очередная веха развития рынка Форекс, но еще не тот самый переломный момент, когда к этому рынку уже стали обращаться все большее количество потенциальных интересующихся, которые впоследствии стали полноценными трейдерами. Что касается Ямайского соглашения, то здесь прорывным решением была именно фиксированная привязка до этого, которая была сменена плавающим валютным курсом, движимым исключительно рыночными законами спроса и предложений. В современной валютной системе окончательно произошел отказ уже от принципа определения покупательской способности денег на основании стоимости золотого эквивалента, то есть золотого стадарта. И так, собственно, сформировался тот рынок Форекс, о котором мы говорим. Но в плане эволюции впереди были еще серьезные вехи, которые и дали новый буст и ускорение вообще в среде как финансовых рынков, но прежде всего рынков Форекс. Это 1997 год, когда появилось такое понятие, как маржинальная торговля и возможность использования кредитного плеча. То есть, как только эта категория стала доступна трейдерам, у инвесторов, которые обладали незначительными капиталами, появились не меньше, по сравнению с инвестиционными компаниями, возможности для получения инвестиционного дохода. И таким образом был формирован как раз тот финансовый рынок, тот рынок Форекс, о котором мы сегодня говорим, который создает колоссальное количество фундаментальных технических возможностей для трейдинга и оборот которого превышает 5 триллионов долларов. Хотя, я думаю, что если уж совсем быть точным, на текущий момент этот оборот уже превосходит даже, наверное, 6 триллионов долларов. Что касается основных участников валютного рынка, это, разумеется, центральные банки, осуществляются процессы регулирования коммерческие банки. И здесь вся деятельность ведется через обслуживание экспорта и импорта, через обмен валют, через процессы кредитования, через введение текущих счетов и самостоятельный трейдинг, потому что мы все прекрасно знаем, что коммерческие банки, многие, будучи маркетмейкерами, они генерируют, наверное, основные тренды. Хотя, когда, в принципе, рынок распознает то или иное движение как тренд, уже совершенно понятно, что маркетмейкеры выжили из него все, что можно. Очень трудно зайти в трендовое движение тогда, когда, скажем, нам всем бы хотелось в него зайти в плане сохранения еще потенциала роста, чтобы или корректироваться в зависимости от того, какой тренд, и прокатиться на нем. Но, как я уже отметил, о трендовых движениях и манипулированной толпой мы еще, собственно, поговорим. Это будет уже, наверное, следующая неделя, когда мы проведем специализированный рубинат, который будет посвящен рыночным настроениям. Разложим все по полочкам, разумеется, определим доминанту в плане быков, медведей, и, разумеется, примем решение того, как же нужно действовать в такой среде. Но, на самом деле, секрет успеха довольно-таки прост. Если все покупают, я продаю. Если все продают, значит, я покупаю. Но всему свое время. Об этом мы, конечно же, поговорим. Давайте переключаться на других участников. Помимо коммерческих банков есть еще, разумеется, брокерские компании. Здесь представление возможностей как раз торговли на финансовых рынках, ну и также самостоятельный трейдинг. Ну и частные инвесторы, к которым относимся мы с вами, которые осуществляют самостоятельный трейдинг, проводят сделки и, собственно, составляют очень даже неплохую составляющую и категорию участников вообще всего процесса мировой торговли на финансовых рынках. Теперь, что касается одного из ключевых преимуществ, наверное, рынка Форекс. Я думаю, что те, кто имеет дело с фондовыми рынками, к примеру, потом переключались на именно торговые валюты, прекрасно понимают то, что одним из ключевых особенностей является то, что это практически круглосуточный рынок. Ну, единственное, что когда он не работает, это суббота и воскресенье. А так, в любое время дня и ночи, с понедельника по пятницу, ради бога, проводите сделки, смотрите за тем, что происходит на рынках. И ищите, скажем, подходящее время для себя в плане волатильности, интенсивности торговли, ликвидности и, разумеется, заключайте сделки. Мировая торговля валюты в целом начинается утром в Токио и Сидне, потом перемещается на запад в Гонконг и Сингапур, дальше проходит через Ближний Восток, перекидывается на европейские рынки и начинает транслироваться, активизироваться во Франкфурте, в Цюрихе и в Лондоне. После перекидывается через Атлантический океан и следует уже в Соединенные Штаты Америки. На очереди у нас Нью-Йорка и уже с заката торгов наблюдается в другой части Соединенных Штатов Америки, это в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Если говорить про самые динамичные, активные сессии, моменты, интенсивность, повышенная ликвидность рынка, то это, наверное, первые числи после полудня европейского стандарта времени, когда на рынке присутствуют, опять же, когда открыты европейские центры и центры восточного побережья Соединенных Штатов Америки. В этот момент действительно ликвидность зашкаливает и как раз в это время можно поймать самые интересные движения. Что касается уже заката суточного торговли, то есть тогда, когда в игру вступают маркетмейкеры из Калифорнии, подключаются из Токио и Гонконга, здесь уже ликвидность практически нулевая, как говорит молодежь, никакая, ловить на рынке практически нечего, потому что какой бы актив мы ни рассмотрели, в редком случае увидим, скажем, волатильность, либо диапазон движения актива больше нескольких десятков пунктов. Хотя, наверное, речь идет даже о минимальной, то есть даже нескольких пунктов. Если будем делать это на фундаментальную составляющую, те, кто посещает правильные понедельники, разумеется, прекрасно знают, что я традиционный фундаменталист, именно на инфоповоды, на хорошие статистические возможности мы делаем самую большую ставку, потому что серьезные события, они провоцируют самые интересные движения. Вот их как раз мы стараемся каждый раз ловить. Но происходит это, разумеется, в момент открытия, точнее, в момент уже полноценной работы европейских маркетмейкеров и уже под закат дня торговцев из США. То есть это не ночной период, не ночное время для тех, кто ориентируется, допустим, на московское время. И, соответственно, тогда, когда мы уходим, как спекулянты, отдыхать, спать, мы, по сути, ничего не теряем, потому что пропускаем как раз период, диапазон торгов, когда на рынке ничего интересного не происходит. А каждый раз, когда просыпаемся утром, это работа уже Европы, вот там мы как раз и начинаем уже отслеживать интересные макроэкономические события. Исходя из такой региональной структуры, рынка Форекс, разумеется, выделяется в несколько зон мирового валютного рынка. Это долларовая, страны Америки, фунтовая, Великобритания, иеновая, страны Азии во главе с Японией и евровая, и ЕС. Собственно, если мы будем сочетать эти валюты между собой, на выкупе получится такая категория, как валютный курс. Собственно, она и характеризует рынок Форекса, о чем я уже говорил. Валютный курс представляет собой цену денежной единицы одной страны, выраженную денежной единице другой. И есть одно свойство, которое полностью, скажем, характеризует определение валютного курса. Это конвертируемость, то есть способность валюты свободно обмениваться на другие активы. Говоря про валютные курсы, стоит отметить два типа. Это система жестко фиксированного валютного курса и система гибких или плавающих курсов. Здесь можно сделать пример, привести пример с недавно фиксированным жестким курсом в паре евро-свисе, то есть евро против вашего царского франка. Напомню, что с 2011 года, по сути, по начало 2015 года, мы имели дело с минимальным обменным курсом по этой валютной паре 1,2. Что он означал? Он означал то, что евро, в принципе, не может стоить меньше, чем 1,2 франка. Центральная банка Швейцарии удерживала этот уровень, и мы были абсолютно уверены в том, что как только пара начинает подходить сверху вниз к этому рубежу, у нас есть все основания для железобетонных, прибыльных и практически беспроигрышных сделок, если поставить как раз на отскок пары от уровня 1,2, потому что знали, что ниже пойти она не сможет. Центральный банк Швейцарии держал руку на пульсе и при необходимости проводил колоссальные валютные интервенции. Но, как я уже отметил, в 2015 году в начале эта планка была снята в прямом смысле, и из жесткого фиксированного валютного курса пара евро с ВИСИ стала уже подчиняться законам спроса и предложения и перешла в раздел плавучего валютного курса. На текущий момент на самом деле на рынке по-прежнему достаточно много валютных активов, которые торгуются между собой и имеют жесткую привязку. Если есть заинтересованность, скажем, точно все их отыскать, вы можете сделать это буквально в терминале МТ-4, либо просто задаться, скажем, целью изучения составляющей и, опять же, определения курса между валютами разных стран. Думаю, что ни для кого не секрет, и вы наверняка уже обратили внимание на тот факт, что каждый раз, когда мы говорим о валютном курсе, речь идет о двух составляющих. Это курсы о покупателе и курсы продавца. Курс продавца, по нему мы, разумеется, можем понять, скажем, цену, по которой банк продает валюту. Что касается курса покупателя, это как раз та цена, по которой банк покупает валюту. Поэтому в связи с этим предлагаю перейти на следующий слайд, буквально левую часть котировок выдернула с банка, центрального банка позавчера. Здесь вы видите то, что у нас есть категория евро и доллар США. Разумеется, речь идет о сделках, о валютных парах с рублем. То есть мы видим соответствующую категорию покупки и продажи. 73,65 – это покупка, 79,45 – это продажа. То есть если бы мы пришли в этот банк и захотели бы, Сбербанк, захотели бы приобрести валюту, то, разумеется, банк бы нам ее с удовольствием продал по цене 79,45. Если бы мы пришли в Сбербанк и захотели бы продать накопленную валюту, поменять ее на рубли, то смогли бы сделать это только по уровню 73,65. Ну, мне кажется, это понятно. Здесь, наверное, не стоит даже засыплится на этом, потому что если бы было иначе, мы могли бы купить валюту дешевле и продать ее тут же в этом же банке дороже. Это был бы парадокс и нонсен. Так не происходит. Доллар в США, в принципе, система та же самая. Правда, курс, конечно же, поменьше, учитывая то, что евро-доллар котировки на текущий момент 1,12. И справа, в качестве микро такого слайда, это уже актуальные котировки из платформы МТ4, где также представлен перечень валютных активов. Мы видим две цены, бит и аск. По сути, аск – это продажа, бит – это покупка. Логика та же самая. К примеру, анализирую пару аут-иен. Мы видим то, что цена покупки 84,29. Разумеется, она выше, чем цена продаж. То есть, если бы мы захотели купить австралийца за японские иены, то пришлось бы потратить на один австралийский доллар 84,29. Если бы мы захотели продать австралийца против иены, то смогли бы получить 84,25. То есть, здесь также эта логика полностью удерживается. И я думаю, что, в принципе, здесь также все понятно. Разница между ценой и аск и бит представляет не что иное, как спред. Собственно, это основная статья дохода любого брокера. И, конечно же, это та разница, на которую нужно ориентироваться каждому трейдеру, принимая решение о трейдинге конкретной валютной пары. Это очень правильное замечание, потому что зачастую начинающие трейдеры, набридая на какую-то экзотическую валютную пару, по какой-то причине решают, что имеется либо потенциал роста того или иного валютного актива, либо потенциал коррекции, открывают сделку, но не обращают внимания на тот факт, что спред может быть просто астрономическим. И только один спред может стать причиной мгновенного убытка через, опять же, спредовую разницу в несколько процентов от депозита. Поэтому для начинающих, разумеется, трейдеров могу сделать только такую локальную рекомендацию касательно того, что нужно быть внимательным, опять же, отслеживая общее состояние спреда. Что касается рынка Форекс, то в России термином Форекс обычно называют не систему обмена валют вообще, а исключительно спекулятивную торговлю через коммерческие банки, либо диринговые центры. При использовании слова Форекс почти всегда подразумевается именно маржинальная торговля. Мелкие и средние инвесторы, хотя и крупные тоже, используют в качестве маржинальной торговли основу, которая подставлена кредитным плечом. И суть маржинальной торговли сводится к тому, что инвестор, размещая залоговый капитал, получает возможность управлять гораздо более превосходящими средствами, гарантированными своим депозитом. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, к примеру, используя максимальное плечо, компания Amapix, это 500-я, можно открыть счет с депозитом в 10 тысяч долларов и при этом оперировать суммой с учетом 500-го плеча в 5 миллионов долларов. Еще раз повторяю, что именно плечо, именно маржинальная торговля является, наверное, одним из преимуществ рынка Форекс, его может быть даже одно из основных изюминных, вследствие которого интерес к нему всегда обширен, я думаю, что будет только увеличиваться. Если мы заговорили про кредитное плечо, есть два, скажем, две градации этой категории, два разделения, декларированные и фактическое кредитное плечо. Декларирование плечо установится, как я уже отметил, брокером в нашей компании, это максимальное плечо 1 к 500, но, разумеется, каждый трейдер может выбирать ту, скажем, плечевую ставку, которая подходит прежде всего ему. Я знаю то, что есть многие трейдеры в нашей компании, которые вообще не используются плечом, а по сути торгуют только на свои средства с составляющей 1 к 1, то есть с кредитным плечом 1 к 1. Декларирование кредитного плечо показывает максимальный объем, который может оперировать трейдер на рынке. И также оно используется при расчете залога под каждую открытую позицию. Что касается фактического плеча, то его мы можем четко определить последствием простой математической формулы отношения объема сделки, то есть рабочего лота, к собственному капиталу. И именно фактическое плечо составляет основу, либо, можно сказать, является важнейшим показателем правил управления капиталом. Для начинающих трейдеров, да и, в принципе, для многих профессионалов, именно четкое понимание политики риск-менеджмента является, наверное, очень важным моментом. И, опять же, по своему опыту хочу сказать, что если использовать кредитное плечо, то лучше не допускать фактическую нагрузку на непозитие через, опять же, кредитное плечо более чем 1,25. Основной торговой средой платформы для работы на рынке Форекс уже длительное время является платформа МТ4. Есть несколько разновидностей, но все-таки самым популярным, скажем, торговым программным обеспечением является именно эта торговая среда. Платформа МТ4 можно перейти прямо на сайт. Сейчас, секундочку. Один момент. Сразу говоря про платформу МТ4, предлагаю вам перейти в раздел, соответственно, обучения. Здесь есть подраздел базового курса торговая платформа. Как работает торговая платформа. Это часть раздела номер 5. Кликаем. И сразу же появляется несколько видеороликов, согласно того, как, собственно, совершать сделки с торговой платформой МТ4. И основные возможности торговой среды, которые связаны с этим программным обеспечением. Ролики очень информативные, полезные, поэтому я советую ознакомиться с тем, как устроена платформа МТ4. Ну, разумеется, для новичков это точно не будет лишним. Идем дальше. Возвращаемся к нашей презентации. Теперь можно перейти, собственно, к тому, как же принимаются решения на финансовых рынках. Есть несколько разновидностей анализа. Технический анализ, фундаментальный анализ, анализ японских свящей и психология трейдера. В частности, о фундаментальном анализе мы очень подробно поговорим с вами в понедельник, то есть 14 сентября, в ходе вебинара «Правильный понедельник». Что касается технического анализа, то я думаю, что в ближайшее время мы также проведем серию линейных вебинаров, каждый из которых будет посвящен либо конкретному, скажем, техническому индикатору, который присутствует на рынке, либо какой-то формации, которая позволяет через, опять же, технический индикатор и технический анализ принимать решения о будущем, о состоянии ценовой конъюнктуры, прогнозировать, собственно, движение и поведение активов. Анализ японских свящей, также руководствуясь своим опытом, могу отметить, что для многих профессионалов это, скажем, конечная стадия осознания того, что анализировать рынки можно только посредством использования и интерпретирования сигналов со стороны японских свящей. Очень многие считают, что все, что хочет нам сообщить рынок, все, что, скажем, содержится в его потенциале, как он будет реализован через, скажем, обычай ралли, либо медвежий ралли, все это можно увидеть уже через формации, через японские свечи, которые, в принципе, составляют основу для определения ценовой динамики любой валютной пары, которую мы проанализировали бы. И, в принципе, японские свечи – это также формат отображения информации, ценовой и по другим активам финансовых рынков. Что касается психологии трейдера, то отчасти мы касались этой темы. Здесь стоит сделать ставку, опять же, на наличие большого количества инструментов, индикаторов, которые были запущены в рамках компании Ammachets. Они представлены в личном кабинете в разделе «Сервисы». И, наверное, самую большую ставку можно сделать на индикатор рыночных настроений «Кайман», который как раз и анализирует текущее поведение большинства, да не большинства, а всех, собственно, трейдеров, присутствующих на рынке. Если мы, к примеру, будем анализировать через индикатор «Кайман» поведение пары евро-доллар, вы сможете увидеть, какой процент трейдеров сейчас покупают эту валютную пару, а какой продают. И поскольку давно уже на рынке действует прописное, скажем, правило касательно того, что зарабатывать все не могут, зарабатывает только меньшинство, понятно, что, чтобы быть прибыльным, нужно, разумеется, оставаться как раз в меньшинстве. И, как я уже отметил, интерпретировать сигналы «Каймана» очень просто. Если мы видим, что какой-то процент действительно покупателя превосходит над продавцами, значит, созданы все условия для того, чтобы, скажем, продавать валюту, даже вопреки того, что большинство будут делать ставку на сохранение роста. И наоборот, если большинство будут продавать актив, можно будет смело присоединяться к меньшинству, потому что, скорее всего, в ближайшее время последует, может быть, даже трендовый, ну или, по крайней мере, локальный разворот, который позволит нам провести прибыльный сделок уже на откате. В нашей компании уже довольно-таки давно действует аналитический сервис «Авточартист», который в автоматическом режиме распознает все фигуры технического анализа и, собственно, благодаря им прогнозирует дальнейшее движение цены. Но это прям сервис, скажем, для совсем ленивых, если кто-то не хочет избираться в специфике того, как устроены формации, как они генерируются, они хотят самостоятельно их отслеживать, выуживать с рынка по различным валютным, либо даже не только валютным, но в целом активам финансового рынка. Позвольте сделать эту работу системе «Авточартист», потому что она именно для этого и предназначена. И с этой задачей справляется на ура. В системе «Авточартист» вы сможете отобрать через фильтры те активы, которые интересуют вас, настроить даже сигналы, которые представляют для вас ключевой интерес, через конкретную техническую формацию. И как только они будут генерироваться на рынке, сервис будет, разумеется, вас уведомлять о том, что такой сигнал создан, ну а вам останется только принять решение, следует ли ему или нет. Поэтому «Авточартист» также доступен для наших клиентов абсолютно бесплатно. Я советую им, разумеется, пользоваться. Чтобы получить доступ к нему, еще раз напоминаю, личный кабинет, раздел «Сервисы», и где представлен перечень нашего инструментария, есть, конечно же, и сервис «Авточартист». Ну и, конечно же, наверное, один из самых основных вопросов – это сколько можно заработать на рынке Форекс. Здесь истории успеха очень много. В целом, говорить, наверное, можно про разного рода спекулянтов и разную категорию трейдеров. Есть те, кто торгует, скажем, на незначительные суммы, а есть те, кто оборочает, в прямом смысле, сотни миллионов долларов или даже миллиардную. Джордж Сорос, Дэнни Сичард и Ларри Уиддинс. Я думаю, что этих людей вы знаете, ну, может быть, сталкивались с тем, чем же они пошли в историю. Хочется привести пример с Ларри Уиддинсом, который поставил рекорд спекуляции, заработав с 10 тысяч долларов 2 миллиона долларов. Это произошло буквально за короткий промежуток времени. И здесь стоит отметить то, что на текущий момент, да и, в принципе, у нас и у вас сейчас есть абсолютно все то же, что было когда-то у Ларри Уиддинса, когда он только начинал от этого пути спекулянта, трейдера на финансовых рынках и вставал на тропу, которая позволила ему, собственно, стать миллионером. Поэтому, разумеется, все в наших руках. Мы можем разработать свою торговую систему, разумеется, сделать ставку на какой-то отдельный вид технического анализа, либо найти какой-то уникальный, интересный лично для себя, либо понятный только себе святой Грааль, который поможет принимать правильные решения и постепенно будет разгонять его личные депозиты к тем, скажем, уровням, которые являются комфортными для каждого. Эти, разумеется, уровни исключительно субъективны, и каждый приходит на финансовый рынок со своими целями по заработку. Можно резюмировать касательно ключевых и основных преимуществ рынка Форекс буквально через этот слайд и основные положения. То, что это рынок, который объединяет колоссальный объем ликвидности, в частности, ежедневно через валютный рынок проходит более 5 триллионов долларов. Валютный рынок, еще раз напомню, функционирует круглосуточно. На валютном рынке Форекс есть возможность использовать принцип маржинальности, который существенно увеличивает шансы трейдеров даже с самым малым стартовым депозитом. Не нужно оплачивать никакие комиссии, есть возможность торговать буквально из любой точки мира, где бы вы ни находились. И, честно говоря, для того, чтобы провести первую сделку, не нужно обладать каким-то сверхколоссальным набором знаний. Можно получить представление о том, что такое технический анализ, что такое новость и как они влияют на динамику валютных активов. И уже начать заключать первые сделки и получать первый трой. Очень надеюсь, что вы, разумеется, пополните ряды успешных трейдеров со своей стороны и со стороны компании Amarkets. Я еще раз отмечаю тот факт, что мы постоянно разрабатываем различные инструментарии, которые предназначены на то, чтобы облегчить вам, скажем, решения, связанные с трейдингом по разным валютным активам. И последние инструменты, которые мы запустили, это, опять же, кайман, это совокупная позиция, анализатор, собственно, он дает конкретные рекомендации к тому, какие же риски трейдеры заключают. В общем, можно делать прям работу над ошибками, исходя из тех рекомендаций, которые вы будете получать, если станете использовать наш сервис-анализатор торговли. Всеми этими возможностями, разумеется, нужно пользоваться, потому что непременно хуже от них точно не будет. Что касается принятия решений, еще раз напомню, что для этого у нас есть специальные вебинары, вследствие которых мы, в ходе которых мы ищем возможности для принятия решений. Напомню, что фундаментальную картину детальную мы будем анализировать в понедельник, в 16.30 по московскому времени. Еще раз вас всех приглашаю, собственно, поговорим об основном новостном фоне. Что касается технических сигналов, также у нас будут вебинары впереди. Думаю, что, скорее всего, в качестве спикера также буду задействован я. Можно будет даже, скажем, определить индивидуальный подход, если вас интересует какой-то конкретный индикатор, либо вас интересует, может быть, сигнал в плане информации с точки зрения технического анализа. Разумеется, запомню его и постараюсь я провести в какой-нибудь вебинаре, который будет посвящен конкретно этой косметики. В этом плане я абсолютно гибок, адаптивен, готов к идти вам навстречу. Если что-то вас интересует преимущественным образом, разумеется, прислушаюсь и постараюсь я пояснить все нюансы, которые с этим будут связаны. Ну, если есть вопросы, конечно же, на них отвечу. Можете задавать их в рубрику, либо общий чат, либо вопросы. Да, я занимаюсь трейдингом, и, собственно, в основу трейдинга закладываю все идеи, которые озвучиваю каждый брифинг. Ну, тогда большое спасибо вам за внимание. Соответственно, увидимся в понедельник в 16.30 по московскому времени. Очень надеюсь, что этот материал был вам полезен. Поэтому всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...